здравствуйте дорогие друзья подписчики я приветствую вас в магазине 4 лапы сегодня мы находимся на мастер-классе который называется первый год жизни дома эта тема не про аквариумных рыб а про маленьких котят и маленьких собачек то бишь щенков посмотрим что сегодня нам расскажут добрый день уважаемые гости рада приветствовать вас на нашем мастер-классе тема которого звучит первый год жизни питомца дома проводить мастер-класс буду я меня зовут майса я работаю ветеринарным врачом в зону магазине 4 лап и так о чем мы с вами сегодня поговорим тема несколько у нас тем я сейчас вам оглашу а потом мы с вами подробно разберем по каждому по каждой теме 1 это выбор места для сна а потом выбор корма и мисок выбор ошейника и поводка выбор одежды обуви вакцинация и противопаразитарные заболевания и так первое выбор места для сна многие люди зачастую думают то что животное в принципе дома запустил она сама выберет где его место на самом деле это не так обязательно нужно приготовить так сказать свить этот уголочек своему питомцу будущему да то есть используя при этом лежаки различные домики если для кошек домики то актуально будет вместе с картеточками эти домики использовать поэтому обратите на это внимание да в чем смысл заключается вот этого всего дело в том что животное оно так или иначе устает от внимания хозяина бесконечного внимания не только хозяина но и также всех остальных домочадцев которые проживают с ним квартире будь то дом и так далее и животное от чрезмерного внимания может уставать и становиться агрессивным из-за того что просто не может найти свой угол а также еще это очень чревато тем что животное лежа например на фауну или кошки любят спать на подоконниках на окне в холодное время года это может привести к простуде животное продует часто сквозняки особенно если животное собака например лежит у вас в коридоре на голом полу да полу у нас как правило все холодные поэтому нужно выбирать для животных все-таки какие-нибудь матрасики хотя бы коврики да и также еще у крупных собак бывают такие проблемы при длительном воздержании скажем так на полу они могут скажем так у них появятся проблемы с суставами да потому что постоянно лежать на двердой холодной поверхности чревато такими заболеваниями как дисплазия тазобедренного сустава дисплазия коленной чашечки а также проблемы могут быть артриты артозы да никто не отменял и еще у них образуется на коленках на локтях из лучших образуются каштаны так называемые каштаны это уплотнение кожи как на толстыши такие они там очень грубая шелушащаяся кожа и потом появляется впоследствии вот такого темные как на рост и это тоже очень тяжело удаляется поэтому нужно за этим посвятить да и купить все-таки для животного его местечко чтобы он мог комфортно отдыхать в этом месте значит выбираем как мы выбираем матрасы или домики да вот что выбрать лучше домик или матрас будь то например животное маленько если большая собака то тут уже конечно о доме речь не идет так как не такое большое количество места в доме для того чтобы еще в дом в доме да ставить поэтому часто выбирают все таки матрасы или коврики для крупных пород даже если это щенок которого привели домой но вы же знаете о том что он вырастет в два в три а то и в пять раз больше да чем он сейчас есть конечно лучше матрас коврик уже брать на вырост когда вы выбираете матрас для животного нужно учесть во первых особенности животного да как животное любит спать также еще нужно учитывать размеры своего животного чтобы например если вы по центру сажаете свое животное или оно у вас ложится по краям получается до бортов по краям вот этого лежака должно быть по 10-15 сантиметров чтобы животное если вдруг захочет вытянуться оно могло лежать комфортно и не было такой ситуации чтобы попа там например лежит на полу на холодном а вся остальная часть тела которая помещается на этот лежак все-таки отдыхает да все остальное как бы мерзнет и там потом происходит такое вот что животное не испытывает дискомфорта не испытывает комфорта и уюта что если говорить о домиках то их как правило выбирают для мелких пород собак или бесшерстных пород собак да мелких тоже опять же пород мелкие породы собак они просто выделяют очень большое тепло да очень большое количество тепла в окружающую среду и поэтому они часто мерзнут независимо от времени года часто мерзнут потому что летом они может быть на улице им жарко а в домах у нас по правилам прохладное лето вот а зимой ну так тем более да зимой все-таки бездет сквозняки и так далее они мерзнут часто поэтому лучше использовать все-таки закрытые домики есть большое количество домиков которые трансформируются в лежаки если вдруг это понадобится если нет то можно опять же домик сделать также еще и материал из которого изготавливается все это существует несколько материалов есть даже пластиковые лежаки да если мы говорим об этом они выглядят несколько иначе чем какие-то матрасы да там они выглядят как такой корыца и они не очень удобные на самом деле в использовании и не очень комфортабельные скажем так да зато они очень удобные в уходе помыть там можно спокойно и так далее но мягкие все-таки конечно лучше и теплее и уютнее и комфортнее для животного существует несколько оттенков то есть большое количество даже не несколько а большое количество оттенков то есть можно выбрать на любой вкус кошелек и в принципе к интерьеру подобрать можно так же еще и ткани с которой изготавливаются например если у вас животное длинношерстное то конечно лучше выбирать из более гладкой ткани да чтобы это ткань была зап ahOUT можно взять может быть за амшу или просто обычная ткань гладкая да чтобы она не спутывала шерсть животного длиношёрстного да то есть лишнего вот этого не было чтобы вам причесывать потом они нужды более сп Broad Capital полежит также еще и если у вас животное наоборот голенькая или гладкошерстная которая мерзнет лучше выбирайте лежаки которые такие с ворсинистой тканью внутри получается наполнитель вот эта ворсинистая ткань плюшевая какая-нибудь может быть махровая и так далее вот поэтому а для кожи конечно актуально будут как домики так и гамаки различные вместе с когтеточками желательно потому что обязательно необходимо иметь доме когтеточку если у вас есть котенок да вызвали котенку потому что иначе он начнет просто точить свои когаточки во все что попадется в принципе он под лапой да поэтому как бы тоже стоит обратить на это внимание следующее это выбор корма и миски прежде чем мы поговорим о кормах да кормах это достаточно длинная тема мы поговорим сначала о выборе мисок миски бывают трех видов это металлические миски керамические и пластиковые миски соответственно значит для собак чаще всего выбирают все таки металлические особенно если это крупная собака то выбирают металлические миски на стойках потому что по мере вырастания животного эти стойки можно будет поднимать для того чтобы животное комфортно потребляло пищу и не подавилось не подвергнулось керамические же миски конечно больше актуальны для мелких пород собак и кошек они достаточно увесистые очень просто мыть да как бы они достаточно хорошо отмываются и не окисляют продукты питания которые корма которые кладете они имеют минимальное окисление нежели металлические все-таки конечно там немножко другое идет пластиковые же миски о которых мы с вами говорили тоже выше они не самые практичные на самом деле вещи да они конечно стоят дешево но их лучше всего брать с собой куда-то в поездки может быть в походы потому что они легкие в принципе если она вдруг сломается или разобьется ну так далее животное сгрызет будет принципе не так жалко также я еще хотела обратить внимание что когда вы ставите все-таки миски на пол до животного чтобы кушала там лучше конечно использовать еще и коврики такие специальные не скользящие они создают еще одно препятствие для того чтобы животное когда кушала но не таскала по все во всей квартире эту миску и также если вдруг что-то просыпется вы это можете спокойно просто поднять протереть этот коврик и обратно поставить на него миски для того чтобы просто не мыть и не чистить полы лишний раз а теперь мы поговорим о кормах это очень большая глубокая тема на самом деле кормов у нас идет четыре вида до 4 класса кормов первый класс это эконом класс 2 премиум класс 3 супер премиум класс и 4 класс холистик самый высокий класс это холистик самый низкий опять же идет эконом класса в принципе так и называется чем допустим если вы выбираете эконом класса корма многие владельцы думают то что они таким образом экономят например из-за того что у них достаточно ограниченный жиджет и им приходится покупать животному дешевый корм да конечно когда он классом дешевый и я вам объясню почему он дешевый смотрите во первых экономия такая на самом деле сомнительная дело в том что эконом класса корма они по усваиваемости это об этом мы поговорим да по усваиваемости они очень слабые да то есть ну до 50 процентов усваиваемости то есть получается если вы поставите миску животному с полным кормом ну да то есть из 100 процентов вот этого корма 50 процентов просто не усвоится и уйдет в никуда соответственно ну как бы это сомнительная экономия так как ваше животное оно будет единственное вот что единственное да может корм эконом класса сделать это просто физиологические потребности голода да так называемого может у животного скажем как это называется да погасить ну если можно так сказать просто животное поезд и она не будет голодным все больше ничего от эконом класса кормов ждать мы не можем потому что там не самое лучшее соотношение да идет микро макроэлементов витаминов и также белков жиров углеводов дело в том что они как правило дело в составе до этих кормов первую очередь дело в том что там очень маленькое содержание мясо идет и не только мясо да мы не говорим о мясе в эконом кормах там как правило идут мясо костная мука мясная мука или продукты там мясного происхождения какие-то да там белки животного происхождения причем бывает там очень маленький процент там ну до 15 максимум процентов все остальное это злаковые культуры то есть пшеница кукуруза которые по сути своей не нужны питомцу как источник клетчатки скажем так да потому что они в принципе вызывают аллергии очень часто до пшеницы содержание пшеницы есть такое такое вещество как глютен это белок и он вызывает часто аллергии у животных особенно у породных животных до которые вывели в искусственных условиях у них есть предрасположенность а вот аллергии вот на этот глютен соответственно тоже выбирать эконом класса корма я бы не рекомендовала еще из-за того что вы просто кормите животное и она не получает всего нужного что должно получать да то есть вам придется подкреплять этот эти корма например витаминами кормовыми добавками какими-то придется подкреплять и опять же это тоже траты денег поэтому как-то экономия здесь как таковая не идет речь об экономии а следующий класс чуть чуть повыше идет это премиум класс тут уже конечно получше по составу идет там получше мясо побольше содержания там может быть даже написано не мясо костная мука да как бы эконом класс кормах там уже будет написано мясные продукты там или мясные суп продукты будет написано опять же там идет где-то 20 процентов мяса в совокупности да совсем весь животный белок там идет около 20 процентов ну 25 может быть процентов это премиум класса чем они отличаются от эконом класса да я не сказал об этом эконом класса корма они не подразделяются ни на какие критерии да это просто корм просто корм для кошек просто корм для собак он не подразделяется ни на щенков не на кастрированных стерилизованных да не вообще ни на что просто корм купили покормили забыли но как такового никакого питательной энергетической ценности высокую он не несет премиум класса корма тут уже немножко поинтереснее тут у нас идут подразделения на котята на щенки да если это собачий корм также идет и подразделение на стерилизованные кастрированные если мы говорим о кошках тут конечно это неплохо но не самое хорошее да это не самый лучший класс опять же мы поговорим подальше какие у нас самые лучшие корма там идет вот поговорим о составе опять же вернемся к составу корма премиум класса там тоже содержание клетчатки нерастворимое растворимое есть но оно чуть чуть меньше чем эконом класса корма то есть кто действует на это тоже немаловажно я считаю на запах фекалий чтобы если у вас дома животное содержится то оно должно ходить все таки дома да она уходит на пеленочку вам конечно хотелось бы чтобы одно не так его пахло особенно животные которые без шерстной породы они большое количество корма употребляют и соответственно выводится потом из организма тоже большое количество фекалий также хотел бы я вам сказать о том что там содержится вот так как раз нерастворимая клетчатка которая помогает в пищеварению это семена подорожника семена льна также там содержится большое количество витаминов витаминов как жирорастворимых так и водорастворимых витаминов жирорастворимых витамины у нас витамины А Д Е водорастворимые это группа витаминов В идет и также там есть omega 3 omega 6 даже на кислоты они будет находиться в жиру, который содержится непосредственно в корме, который помогает не только воспалительный процесс какого-либо характера снизить в организме, также еще и жир помогает усвоению жироразпозаримых латоминов. Соответственно, ваше животное по сравнению с эконом-класса кормами или премиум-класса кормами будет выглядеть гораздо лучше. То есть у него будет блестящая шерсть, хорошая эластичная кожа, не будет никаких шелушений, дерматизм и так далее. Как правило, мы не говорим в 100% случаях, потому что 100% гарантию, к сожалению, никто не может дать. Это уже будет исходить из физиологических потребностей животного, а также еще и аллергии животного. Может быть аллергия животного различного характера на некоторые компоненты. Поэтому их следует исключить тоже из рациона. И следующий класс кормов это холистик класс. Холистик класс это самый высокий класс кормов и, соответственно, самый лучший. Но смотрите, чем отличается, вот я, в принципе, сейчас много рассказала, да, о супе премиум-классе. Чем отличается холистик класс? Во-первых, он отличается содержанием белка, да, то есть мяса непосредственно. Например, там уже идет белка от 50%. То есть больше 50% мяса в корме идет. И там не просто мясо, а если обратить внимание на состав этого корма, то там будет написано свежее мясо. Столько-то, столько-то там. Но потом будет написано дегитрированное мясо. Да, дегитрированное мясо это мясо, из которого извлекли влагу. Поэтому у нас, собственно, и сухой корм, да. Также идет сублимированное мясо. Это мясо, которое под вакуумом заморозили, а потом высушили. Соответственно, тоже оно, таким образом, оно не теряет полезных свойств своих. Также мы говорим о том, что класс холистик корма, они не используют абсолютно никакого зерна. То есть это точно беззерновую корму. То есть он подходит тем животным, которые вообще, в принципе, у них там все аллергия. Он дистанет у себя холистик класс как гипоаллергенный корм. Корм, на который не будет аллергии. Также там используется только один вид белка. Если супер премиум класса он выбирает, например, мясо и рис, например, или мясо одного вида животного, мясо другого вида животного, то тут нет, тут выбирается только одно, либо только курица, либо только индейка и так далее. Поэтому это тоже хороший, это прям самый хороший корм. И по усваиваемости он, конечно же, уже идет гораздо, ну там, уже больше 90%, что это 100%. То есть как бы это очень хорошо. Поэтому стоит обратить внимание, каким кормом вы кормите свое животное. В принципе, я бы не сказала то, что супер премиум класса корма прямо сильно бьют по кошельку, потому что вы в первую очередь, кормя супер премиум класс, скажем так, с большой усваиваемостью корма, когда вы кормите, вы будете точно уверены, что животное ваше наестся, и ваше животное, я вас уверяю, наестся меньшим количеством корма, нежели вы поставите мишку, например, эконом-класса. То есть, если, например, вам нужно 100 грамм корма для животного в сутки эконом-класса, то, скорее всего, 50 грамм вам понадобится уже с большей усваиваемостью корма. То есть, тут уже большой процент, и в этом и есть экономия, в этом как раз и заключается экономия. И вам не придется, это идет уже сбалансированный корм, то есть, кроме него ничего не нужно, кроме него только воду поставили, и все, в принципе, животное уже получает все необходимое для него. А если эконом-класса, то вам просто придется тратить другие деньги, просто не на корм вам придется тратить деньги, а придется тратить деньги на дополнительные какие-то витамины, добавки кормовые и так далее. Поэтому стоит переанализировать, да, какой у нас корм идет эконом, и что действительно экономит наши деньги. Ну и также здоровье нашего животного, в первую очередь. Поэтому стоит об этом задуматься и следить за тем, чем вы кормите свое животное. Ну и опять же, я, конечно же, настоятельно рекомендую не кормить животное со стола тем, что вы едите, я уже говорила на прошлом мастер-классе, и постоянно, каждый день я готова говорить о том, что животу нельзя давать ничего со стола. Как бы он или она, или кто-то еще не просил бы вас. Ну и запрещать, соответственно, домочадку. Следующее, что о чем мы поговорим, в принципе, по кормам я все сказала, все, что хотела. Следующее, это выбор ошейника и поводка. Давайте поговорим об ошейниках. Ошейники у нас бывают нескольких видов. Бывают ошейники для крупных собак, для мелких собак. Также еще из разных материалов они состоят. Ошейники бывают металлические, например, удавки. Это для крупных собак, которые достаточно сложно удержать. Если вдруг собак увидит кошку или бросится что-то неизвестное, вам нужно экстренно остановить животное. Соответственно, используются такие ошейники. Также еще есть строгие ошейники. Тоже они останавливают животное. Но, в принципе, если ваше животное достаточно воспитанное, вы занимались его воспитанием, оно вас очень хорошо слушается, и, конечно, лучше вам и использовать кожу больше. Кожаные лучше всего ошейники. Но для щенка, например, лучше использовать для начала какие-то из ткани, мягкие, не очень широкие ошейники, для того, чтобы животное просто начало привыкать. Потому что, наверняка, если вы взяли щенка из какого-то питомника, ему, наверное, 2-3 месяца, вот так, и, скорее всего, он не ходил еще с ошейником. Поэтому стоит просто сначала приучить, потом вы, впоследствии его роста, поменяете все равно ошейник на более хороший, более качественный, долговечный ошейник. Конечно же самые долговечные ошейники – это металлические, но если вы не используете металлические, конечно, кожаные. Вот, например, смотрите, кожаный ошейник, лучше, конечно, чтобы он был прошит, и также он был хотя бы двухслойный. Тогда он будет долгое время вам служить. Еще для маленьких пород собак лучше всего, конечно, использовать не ошейники, если это будет именно функция выгула, да, для функции выгула. То есть такую функцию будет исполнять, то лучше, конечно, для мелких собак убирать шлейф. Потому что маленькие собаки в основном могут страдать предрасположенно, скажем так, к такому заболеванию, как коллапс трахеи. Это сужение колец трахеи. То есть из-за того, что вы постоянно давите животному на шею, пытаетесь его остановить, дергаете и так далее, может возникнуть такая проблема. Это одна из причин коллапса трахеи. Там еще разные причины есть. Но в первую очередь, конечно, все-таки ошейник. Тем более, если у вас очень маленькое и худое животное, это может также и травмоопасно быть для него. Поэтому лучше, конечно, шлейки выбирать для мелких пород. Ну и для кошек, соответственно, если вы их выгуливаете, то, конечно же, тоже шлейки. Они, как правило, идут в комплекте с поводками. А поводки, да, плавно переходим к поводкам. Поводки тоже бывают разные. Бывают поводки как кожаные, так и металлические. Также поводки-рулетки очень распространенные, да, у нас. Смотрите, металлические, конечно, это уже для крупных тоже животных, которых тяжело держать. Особенно для животных, которые любят погрызть этот поводок. Ну, часто используют металлические. Но они, как правило, не бывают очень длинными. Например, если вы хотите, чтобы ваше животное достаточно далеко от вас отходило, там гуляло и так далее. Никто не делает очень длинные, потому что наматывать эту на руку цепь огромную, таскать эти килограммы с собой тоже не очень актуально. Поэтому они, как правило, короткие. А длинные, длинные же поводки, они идут брезентовые или нейлоновые. Там уже идёт до 10 метров поводок. Но это тоже не очень удобно, потому что это всё постоянно приходится наматывать на руку. Особенно, если дождливая, грязная погода. Собака бежит, куда-то убежала, и это всё упало в грязь. Вы это потом на руку наматываете. У вас грязные руки, грязная куртка, грязный этот поводок надо потом стирать. Так же они очень быстро перегрызаются животными. То есть собака не хочет ходить на поводке, она хочет убежать. Она перегрызает чаще всего этот поводок. Поэтому тоже стоит обратить на это внимание. Либо воспитывать своё животное правильно, для того, чтобы оно вас слушалось. Также, смотрите, ещё есть поводки-рулетки. Вот, смотрите, вот так, ну, приблизительно, да, вот так выглядят все, в основном, поводки-рулетки. В чём заключается их функция? Опять же, выгул, да, животных непосредственно для этого они созданы. Но они, чем удобно, они сами наматываются, да, и сами разматываются, когда это необходимо. Поэтому это очень удобно, потому что это, вы можете предотвратить просто повреждение этого поводка. Вы можете предотвратить повреждение поводка, тем самым, когда собака, например, его перекусит. Потому что она просто не успеет, он смотается, и всё, он дома где-то лежит, на полке, наверху, она его не достанет. И ничего с ним не произойдёт. Также они достаточно бронебойные, то есть если вы уроните, ну, в зависимости от того, какую фирму вы выбираете. Они, в принципе, хорошо себя ведут в условиях, если вы вдруг уроните и так далее. Плюс там ещё идут в этих поводках защитные, такие как предохранители они называются. Да, если вдруг разорвётся ошейник животного, там есть специальный предохранитель, который защищает быстрое сматывание этого поводка. Также хотелось бы о чём сказать? О том, что единственный минус, да, поводков, рулеток, они не подходят для очень крупных животных, которые весят больше 50 килограмм. Потому что, да, есть ошейники, поводки, которые идут до 60 килограмм, но, опять же, нужно учитывать тягу животного, да. То есть получается, если это животное весит 40 килограмм, то как минимум тяга у него десятка, да, 10 килограмм животное тянет. Особенно, если оно со старта бежит очень резко, то есть может просто вырвать это всё. Но это не очень актуально, да, для крупных животных. Но, опять же, для этого, собственно, у нас и существуют кожаные различные поводки, металлические, брезентовые. Вот, поэтому для мелких пород, конечно, очень удобно получается, когда вы водите всё-таки на рулет. Также ещё я хотела поговорить об ошейниках. Ошейники ещё бывают светящимися, да. Они не выполняют функцию выгула, да, то есть их не присоединишь просто к поводку и не пойдёшь с ними гулять, потому что они больше несут за собой функцию увидеть животное. Да, увидеть животное в тёмное время суток. Они светятся, в принципе, очень хорошая вещь, очень нужная. Особенно, если вы в большом городе живёте и отпускаете животное побегать без поводка, животное может совершенно случайно забрести куда-то, и вы просто не можете его найти в темноте, да. Не будете же бегать там, искать с фонариком, грубо говоря, да. Но всё равно, видите, оно у вас в поле зрения ваша собака постоянно находится. То есть это тоже обретено. А, также ещё я хотела сказать о том, что есть, существуют такие поводки, вот перегрызания, да, многие животные грызут эти поводки. Есть такие поводки, которые с перцем. Внутри этого поводка находится такой вот перечный порошок, который не даёт животному просто его грызть, потому что он горький. Ну, то есть они так и называются, в принципе, горькие поводки. Тоже, в принципе, очень удобная вещь. Следующее, о чём мы поговорим, это выбор одежды животного. Выбор одежды. Многие думают, что это просто декоративные элементы, которые вообще-то, в общем-то, не обязательно животному надевать. Вот эти вот курточки там смешные, красные, белые там и так далее. Нет, на самом деле они несут в себе огромную функцию, да, это защита от холода. Вы когда-нибудь пробовали выйти зимой на улицу, хотя бы в свитере? Как? Приблизительно, ну, 10 минут вы так походите, будете достаточно комфортно себя чувствовать, потом вы замёрзнете. Также и животные, особенно маленькие животные, их нужно оберегать от этого всего. От холода, от ветра, от снега, от дождя. Конечно же, им нужна вот эта защита. Для этого существуют, например, зимние комбинезоны и осенне-весенние периоды. И существуют ветровочки, курточки, свитера и дождевики. Все куртки, комбинезоны, они бывают такие тёплые, зимние, да, если мы говорим о зимних, они с хорошим наполнителем, с полофайбером. А также там внутри ещё микрофибра, то есть, ну, очень тёплые, достаточно хорошо защищают они. Там ещё они различного дизайна, то есть, ну, как бы, это тоже немаловажно всё-таки, как ваше животное выглядит в этом во всём. И они учитывают все индивидуальные особенности животного, например, если вы выбираете, для мелкой породы они учитывают спину, там, да, какая-то должна быть ширина спины, длина спины. То есть, нужно по размеру всё это выбирать. Также там ещё есть тоже светоотражающие какие-то вставки чаще всего бывают для того, чтобы зимой, для того, чтобы в тёмное время суток можно было легко увидеть животное. Вот. И, конечно же, ещё хотелось бы сказать и о дождевиках и свитерах. Ну, свитер, он такой тёпленький, чаще всего, ну, такой просто вязанный, тёплый, он чаще всего используется в помещениях. Например, если у вас прохладный дом, то тогда и ваше животное мёрзнет, особенно, если оно голенькое, без волос. Конечно, свитера это вот для домашнего больше пользования. Ветровки же, да, и дождевики, они используются в осенний период, в осенне-весенний дождевой период, когда идёт холодный ветер, дождь льётся. И тогда они не пропускают влагу и не пачкаются, да, то есть они достаточно удобны в применении. В том смысле, если животное испачкается, вы просто можете протереть им комбинезон. И это тоже очень удобно и это очень важно, потому что животное, так же, как и мы, могут простудиться и заболеть заболеваниями, да, простудного характера. То есть, это тоже нужно учитывать. Ещё, конечно же, обувь. Обувь тоже немаловажная вещь. Обувь у нас защищает лапки от холода, от реагентов. Бывают тёплые зенние ботенчики, сапожки. Так же бывают сапожки и осенние-весенние, да, которые они резиновые идут. Их надевают либо просто на голую лапку, либо надевают с носочком, да. Сначала она надевает носочек, потом надевает вот это. Она защищает от холода, влаги и реагентов, которые могут разъедать мягкие нежные подушечки ваших питомцев. Поэтому обратите на это внимание. Обязательно нужно, конечно, защищать своё животное одеждой, так же, как и себя. Следующий пункт – это вакцинация. В первую очередь, да, мы в ответе за тех, кого мы приручили. И, в первую очередь, ответственность заключается в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье этого питомца. И, конечно же, здесь выходит вакцинация. Обязательно это нужно делать. Это просто необходимо каждому владельцу, независимо от того, гуляет ли его животное на улице или постоянно содержится дома. Всё равно обязательно нужно вакцинировать животное от самых распространённых инфекционных заболеваний. Потому что большая часть этих заболеваний может передаваться как детям, так и взрослым. То есть нужно обезопасить не только своё животное, но также свою семью, себя. За счёт того, что вы просто вакцинируете животное. Вакцинация у нас идёт от заболеваний, да, вот как я уже сказала, инфекционных заболеваний, распространённых очень. Для собак и кошек это разные вакцины, да, и от разных заболеваний. В первую очередь, одно единственное заболевание, которое, да, обобщает все эти вакцины, это такое заболевание, как бешенство. Все мы знаем, да, то, что бешенство это высококонтагиозное заболевание, которое обладает огромным спектром заражения. То есть болеют все теплокровные животные и люди, в том числе. Могут заразиться бешенством, и это заболевание, к сожалению, неизлечимо. Ну и плюс, оно очень быстро, беспощадно ведёт к смерти. В таких суток просто животное умирает. И это очень страшно, причём это имеет очень большое заражение, да, то все могут заразиться вокруг. Поэтому это очень важно. Ну, если мы говорим, да, о вакцинации против бешенства, её уже на государственном уровне делают у нас бесплатно в станциях по борьбе с болезнями животных. То есть, да, в определённый период, в каждый раз в год, вот по весне чаще всего бывает, вакцинируют от бешенства животных. Бесплатно, в принципе, это можно сделать. Но также ещё и существуют другие распространённые заболевания. Например, вот у собак вот эта вот комплексная прививка, которую мы делаем каждый год. Сейчас я расскажу, когда и как мы её делаем, да. В первую очередь, это, чтобы мы все знали, да, от каких заболеваний делается. Всё-таки просто люди приходят, им какой-то флакон дают, чего-то там колют, а они понятия не имеют, от чего они защищают животное, да. Если про собак, мы говорим, то это 4 вида заболеваний, да. Здесь идёт пармавирусный эндлерит, здесь идёт парагрипп, кальциевироз и чума плотоядных. А также ещё в некоторых вакцинах существуют, например, импортные вакцины, да, и там же ещё существует защита от лектоспироза. Это всё очень опасное инфекционное заболевание, которое тяжело лечится. Для кошек, если мы говорим, то там уже, по-моему, 3 вида, да, идёт заболеваний. Это парагрипп, панликопения кошек и инфекционный ринотрахеид идёт, да. То есть это такое тоже достаточно сложно излечимое заболевание. Но ещё в некоторых вакцинах входит такое заболевание, как хламидиоз, тоже защищает кошек от него. Ну и плюс ко всему к этому идёт в помощи также и бешенства. Сейчас мы говорим о том, как и когда нужно делать эти прививки. Если вы только завели питомца и ему ещё не делали прививки, то, конечно же, вы начинаете делать. Все мы знаем, да, то, что первый раз мы делаем животному одну прививку, потом через какое-то время делаем другую прививку. Давайте поговорим о том, когда это делаем. Значит, многие люди делают прививку своим питомцам где-то в полтора месяца, в месяц. И это не очень хорошо, потому что эта прививка будет в 90% случаев неэффективна. Потому что лучше всего делать прививку, когда животное уже достигло 2-3 месяца, да, от 2 до 3 месяцев. Вот это самый оптимальный вариант, потому что до этого момента у животного существует материнский иммунитет, да, приобретённый от матери, с молоком матери. Вот этот иммунитет, и когда вы вводите, получается, вакцину, а вакцина это у нас что, да, это у нас идёт антиген. Это ослабленная форма вот этих вот вирусных заболеваний, да, ослабленная форма вот этих возбудителей. Этих заболеваний мы их вводим животным, это называется антиген, для того, чтобы животного иммунитет выработало непосредственно антитела к этим заболеваниям, ко всем. Собственно, так это всё и работает, да, любая вакцина так работает. Любая живая вакцина так работает. Также, когда мы даём животному, у которого ещё приобретённый от матери иммунитет, если мы даём ему вот эту прививку, ставим, да, вот, то, скорее всего, просто антитела, которые от матери защищают, да, они всё-таки справятся с этими заболеваниями, как такового собственного иммунитета животного не выработает. Поэтому это просто будет в пустую. Нет, ну, часто, конечно, практикуют, где-то в месяц делают от, ну, для щенков чаще всего это сделают заводчики, если они, у них большое количество дома животных, они делают от параметрусного элитерита. Или ещё, почему платоядных, тоже делают прививку, но потом же, в последствии, когда вы покупаете животное, приобретаете его, вы всё-таки делаете ту же самую схему, да, то есть вы опять прививаете. Значит, вы принесли своё животное в клинику, ему два месяца, допустим, да, ему сделали вакцину, его привили, прививают, сначала идёт у нас вакцина комплексная, да, плюс ещё лептоспироз, например, если выдаёт. Идёт одна, идите на один укол, всё, вы сделали, уходите домой через три недели, да, от трёх до четырёх недель, в принципе, идёт следующий, ну, вот этот перерыв для того, чтобы подготовить иммунитет животного, ну, то есть вот эта прививка делает для того, чтобы подготовить иммунитет животного к выработке вот этих самых антител. Потом, когда вы приходите на ревакцинацию, да, это уже следующая форма. Вы просто полите то же самое, ну, то есть вам полит, да, вот это вот, то же самое, вот эту комплексную прививку, плюс ещё туда добавляется бешенство. И, соответственно, тут уже работает организм на выработку тех самых антител, то есть, да, на иммунитет работает вакцина. Так, о чём я ещё хотела сказать? А, как готовить, да, животное к тому, чтобы... А, ну, ещё после того, как вы сделали прививку, лучше всего, конечно, животное обезопасить и не водить его гулять максимально, да, или не водить хотя бы туда, где в основном гуляют, там, собаки, кошки и так далее, то есть большое количество животных, которые проходят, туда лучше не водить. Лучше, конечно, подержать три недели на карантине животное, потому что сейчас, в этот момент, когда вырабатывается этот иммунитет, формируется, животное очень уязвимо, да, и оно может просто заразиться. Так, как мы подготавливаем животное к тому, чтобы сделать ему вакцину? В первую очередь, мы должны защитить животное, чтобы наше животное было клинически здорово, то есть, животное, у него не должна быть температура, она должна хорошо... Как этим собачка, да, должна хорошо писать, какать, быть активной, играть, всё, должно быть достаточно хорошо, хорошо кушать и всё. Так же, ещё нужно защитить от... обработать вот блох, обработать помещение от блох и обработать животное от глистов. И только после 10 дней после обработки, да, то есть, вы обработали животное от глистов, сначала лучше, конечно, обрабатывать от блох, через несколько дней обрабатывать от глистов и через 10 дней, минимум 10 дней должно пройти, вы идёте в клинику уже делать прививку, да, вакцину ставить. Значит, и вот после этого, в принципе, мы плавно переходим, да, вот про крестование поговорим с вами. Следующая тема, это вот у нас противопаразитарные препараты, обработка противопаразитарная. В первую очередь, нужно обрабатывать животное круглый год от блох, это вот по-любому, нужно обрабатывать от блох. Остальные же... А, давайте вообще сначала поговорим с вами о том, какие бывают паразиты, да. На теле животного, внутри тела животного, да, это экто- и эндопаразиты. Эндопаразиты – это находящиеся внутри самого животного, глисты, так называемые, да, просто в курско-народе. И эктопаразиты – это паразиты, которые паразитируют на поверхности тела животного. Значит, на поверхности тела паразитируют у нас клещи, блоки, пши, плосоеды. Также вот этиктосные клещи и чесоточные, да, идут еще и шаркомтоидные клещи. Смотрите, вот поговорим, да, блохи – это, в принципе, те, которые кусают ваше животное, пьют его кровь. Лосоеды – это те же самые, можно сказать, блохи, только они питаются волосыными луковицами животного, да, и облысеют вот это вот место, начинают облысевать, и дерматиты различного характера это все вызывает. Также после этого идут у нас клещи иксодовые. Это как раз те самые клещи, самые опасные, от которых мы обрабатываем животное постоянно, потому что они переносят такие заболевания, заболевания простейших, да, такие заболевания, как бобезиоз и пероплазмоз, от которых очень тяжело лечить животное, особенно если поздно обратиться. Также, что я еще не сказала? А, еще ушные клещи, да, вот адектосный клещ он называется, это ушной клещ, и, а, еще есть чесоточный клещ. Так, ушной клещ, смотрите, это у нас клещ, который процитирует непосредственно в ушной рак у меня и вызывает жучайший суд просто у животного, и чем больше, соответственно, животное чешет, тем больше там потом воспаления. От этого тоже нужно лечить и обрабатывать животное. Также еще вот чесоточный клещ, это клещ, который находится внутри кожи животного, и, проделывая ходы, там откладывают яйца, и все это выходит, и, соответственно, собака чешется от этого все, вызывает жуткий зуд, и чем больше собака чешется, тем больше вот это заражение, потому что она переносит, от того, что она чешет, она переносит просто эти яйца в другое место своего тела. То есть, соответственно, это тоже очень опасно, это нужно лечить, обязательно обрабатывать. Лучше не лечить, лучше предотвращать, да, пропалактировать. Поэтому существуют такие препараты от всех вот этих вот эктопаразитов, существует несколько видов препаратов, да, это капли, ошейники, таблетки, или что еще несколько, спрей, спрей еще. Есть еще спрей, значит, просто здесь спрей не стоит, значит, спреи. Значит, смотрите, самое хорошее, конечно, это защитить изнутри животное. Получается, лучше, конечно, дать таблетку. Таблетка, она вырабатывает иммунитет, если мы говорим о клещах, плохом, да, но вырабатывает иммунитет на укус плохо и укус клеща. То есть, соответственно, если клещ укушит ваше животное, оно не заболеет, а клещ умрет. То есть, как бы, хорошо, все, спасибо, очень здорово. Но, вот это вот все, то, что мы говорим, да, клещ должен обязательно укусить животное ваше. То есть, соответственно, и блоха тоже для того, чтобы умереть уйти с тела вашего животного должна укусить его соответственно они все начинают кусать ваше животное животное также страдает от зуда поэтому нужно репелленты какие-то тоже использовать то есть помимо таблетки лучше конечно еще и обрабатывать снаружи животное это хотя бы вот капли но капли они недолгие срок имеют действия то есть 4 недели придется все время за этим следить но в принципе капли ошейники да еще есть ошейники они в принципе дольше уже действуют но нужно учитывать то чтобы ошейник обязательно был водостойким а потому что если дождь или вы моете животное чтобы он был водостойким и его эффективность не снижалась за счет этого а если же капли использовали то там уже конечно снижается хотя все это действует внутри подкожно-жирового слоя то есть это все впитывается вот мы всегда думаем наверняка вы задавались вопросом как же это действует я просто вроде бы между лопаток там на полку капнула а почему защищает весь организм да то поэтому это все впитывается подкожно-жировой слой распространяется по всему организму соответственно поэтому рекомендуют первые три дня не мыть животное чтобы хороший вот этот сальный слой был у животного на коже на поверхности кожи и также после обработки тоже рекомендуют не мыть животное вот это что касается именно скажем так репеллентов да также и спреи но спреи они чем хороши во первых они хороши тем что они защищают вы можете обрызгать все животное полностью но эффект их снижается после того как животное намокает то есть соответственно если вы побрызгали животное оно у вас пошло и скупалось там в ближайшем водоеме скорее всего эффективность снизится и вам придется просто с собой постоянно наносить клубоком и где-то там что-то обрабатывать вот значит это в принципе все да то что я хотела сказать по поводу эктопаразитов тоже следите обязательно за этим особенно в осенне-летние периоды весенние вот эти периоды когда начинается сезон этих насекомых всех лучше конечно обрабатывать животное следующее это у нас идет противопаразитарная обработка именно эндопаразитов эндопаразиты это вот те которые непосредственно паразитируют внутри организма животного а чаще всего конечно в желудочно-кишечном тракте животного обрабатывать животное от глистов нужно ежеквартально каждые три месяца нужно обрабатывать животное и поэтому существует много различных форм обработки да то есть вы либо обрабатываете опять же каплю на полку либо которая между прочим всасывается в кровь да если капли которая от блока клещей она не всасывается в кровь и остается в похожем жировом слое то идет уже которые капли от глистов они уже всасываются в кровь непосредственно и потом уже проходя весь комплекс да то есть весь круг кровообращения попадают в желудочно-кишечный тракт и убивают собственно говоря тех самых ненавистных нами глистов также еще существуют суспензии различные да там суспензии сиропы пасты это все в принципе в одно входит в жидкая форма она тоже дается внутрь в зависимости от величины животного в принципе обязательно да нужно учитывать сколько весит ваше животное если вы обрабатываете от любых паразитов нужно знать хотя бы приблизительно сколько весит ваше животное потому что если вы дадите большее количество например глистогонного да средства то скорее всего будет просто интоксикация да то есть животное начнет рвать ему станет плохо и поднимется температура то есть нужно следить за тем сколько вы даете но и опять же если вы дадите чуть чуть меньше то скорее всего это просто будет малоэффективно и если даже вообще не будет никуда просто выброшено поэтому как бы тоже за этим нужно следить смотрите есть еще и таблетки да всем известные таблетки таблетки чем хороши мне нравится в основном только таблетки они действуют широким спектром да это широкого спектра действия глистогонные они действуют не только на половозрелые паразитирующие ложицы да внутри организма также они действуют и на личиночную стадию то есть соответственно если вот такой курс например вот суспензии мы берем мы даем суспензию через две недели мы даем еще раз суспензию столько же да а таблетки они в принципе их не нужно давать за исключением тех моментов когда очень большая инвазия у животного тогда конечно лучше два раза дать а так в принципе достаточно одного раза вы даете один раз все через две недели вам повторять не нужно плюс чем хорошо еще а суспензии они вызывают слюнотечения у животного то есть если вы запихнете там ему этот шприц начнете выдавливать животное конечно же не захочет что-то тут непонятное происходит оно начинает выплевывать слюнотечения и вы не можете точно дозировать сколько вы дали то есть либо вы додали животному или оно половину там выплюнуло то есть это контролировать сложно таблетку же не сложно контролировать вы просто даете таблетку она как правило перед со вкусом мяса имеет не очень большой размер даже я сказала очень маленький размер она имеет оно очень привлекаемое каплакасто вы просто даете животному и конечно же обрабатывает желательно от глистов натощак если вдруг не дай бог ваше животное инвазированно если ваше животное инвазировано до конечно лучше натощак давать Потому что может вызвать рвоту, чтобы животное не поперкнулось рвотными массами То есть пищей, которую он употребил до этого Лучше конечно натощак давать Если все хорошо, в принципе через час вы уже можете спокойно кормить животное Ну либо с небольшим количеством формы давать все это Поэтому обезопасите свое животное Обязательно думайте о том, как вы его будете обезопасивать Чем вы будете это все использовать и как вы будете это делать И когда все должно быть обязательно своевременно Потому что нужно заботиться о своих братьях меньших Особенно это же большая ответственность животным Поэтому как бы ослезать за этим Также еще я хотела поговорить Мы с вами не говорили о том, что нужно использовать обязательно щетки Различные для причесывания животного Потому что все-таки это шерсть, она должна куда-то деваться Вот эти пуходерочки различные для кошек, например И купать Соответственно купать тоже нужно выбирать шампуни Кондиционеры, если у вас длинно-шерстное животное В шампуне, конечно, 2 щенков и котят Лучше выбирать первые купания, конечно, гипоаллергенные Здесь, потому что неизвестно, да, как ваше животное отреагирует на тот или иной компонент Чтобы не было некоторых проблем из-за этого Лучше, конечно, вначале выбирать гипоаллергенные А потом, когда уже животное подрастет, то уже, в принципе, и другие используют Так, в принципе, все, да Здесь, ну что ж, в принципе, все, что я хотела сказать По поводу ухода, да, за питомцем Первый год его жизни Потом, в принципе, вам будет уже полегче Вы уже привыкли ко всему этому Ну и также, вот я много наговорила, да, кажется, что это так сложно На самом деле, как оно приходит и уходит просто следить за своим животным Любить его побольше и кормить получше Спасибо вам за внимание Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь максимально на них хорошо ответить Максимально достоверно, если я располагаю такой информацией А у животных может быть аллергия на какие-нибудь суспензии? Ну, как правило, нет, не может быть Это за исключением индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов А также еще нежелательно использовать некоторые, да, глистогонные лактации Да, то есть в период лактации или роста, например, лучше не использовать Да, я не говорила о том, что там все написано, в принципе, в инструкции Но должно быть животное, минимум ему должно быть 8 недель, да, чтобы его глистовать То есть в очень раннем возрасте лучше это не делать Ну и также беременным, только если некоторые там подразделяются Глистогоны широкого спектра действия импортные, да, они подразделяются на то, чтобы Глистовать на эту последнюю, да, треть беременности кошки или собаки И побочных эффектов тоже? Ну, есть побочные эффекты, но они, как правило, при передозировке В принципе, все Май, задали вопрос, ли у кануба хороший корм, есть ли что-то лучше для кошек? Ну, и у канубы у нас в первую очередь идет супер премиум класса корм, да В принципе, для кошек есть и получше корма У вас холистик, например, никто не отменял Скажи название, какие есть? Например, вот грандин, да, идет у нас для котят или для кошек Здесь, смотрите, содержание мяса, в отличие от элканубы, это потому что холистик класс Здесь идет 78%, поэтому, как бы, он и лучше, и по составу лучше, и количество мяса в нем больше Какие еще варианты есть? Варианты есть еще вот такие, вот мелфил, например, здесь тоже большое содержание Здесь идет уже, так, ну вот 50%, да, идет мясо, и, как бы, тоже Здесь идет также и комплекс витаминов, да, и легко усваиваемые ингредиенты, да То есть не какие-то там смеси, да, белковка, а просто Потому что элкануба, в принципе, неплохой корм, но есть и получше, конечно же Вот эти, например, корма, они однозначно лучше, чем элкануба Элкануба, независимо от того, как бы люди не говорили Ну все, ладно, понятно, спасибо Пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok